Привет, друзья, с вами Кик. Помните, в марте, кажется, было в начале марта, когда Ripple и компания Forte, они создали фонд на сумму 100 миллионов долларов для развития блокчейн-игр. Но тут несколько дней назад вышло два видео, я поставлю ссылки в описании, где обсуждается эта тема, и в чем суть этого фонда, и как будет использоваться XRP для игр. Так вот, мне это интересно, потому что если посмотреть, что игровая индустрия 140 миллиардов долларов, это неплохая ликвидность для использования токена XRP, повседневного использования. Для простого применения, смотрите, к примеру, у одного игры есть, скажем, эта игра продает какие-то оружия, которые вы можете использовать в этом игре. Вторая игра продает машины, а третья игра вообще, скажем, у вас там ферма, вы покупаете яйцо, коров и все такое. Дрова, золото, как Warcraft, да, нужно больше золота. Так вот, самое вкусное в этом то, что вы можете продать свою корову там, за XRP, прямо в игре. Отправить XRP в эту игру и купить автомобиль тут, да. Этот рынок, масштаб этого рынка, продукты, предметы, которые продаются в играх. Это просто огромнейший, это очень огромный рынок. И вот все это, с другой стороны, неплохое подкрепление для использования токена XRP. Почему тут именно токен XRP, в принципе? Потому что, с первой стороны, с технической стороны, токен и программное обеспечивание позволяет это делать, с другой стороны. А обналичка, перевод XRP, конвертирование XRP к любой другой валюте существующей, это тоже не проблема, поскольку все финансовые институты будут поддерживать это. Когда я говорю, что Ripple внедряется и крупно берет огромные куски рынка, вот об этом я говорю. Это не только money transfer компании, это не только банки, но и вся игровая индустрия, которая довольно большая. Еще и скоро будет индустрия хранения данных. И самое главное, вообще самое главное, это, которая приведет просто огромнейшую ликвидность для XRP. Это сфера токенизации. Посмотрите эти видео, они не очень длинные, как человек из спорта говорит все. Он говорит про технологию, он говорит про примеры, но это на английском, если кто-то знает, смотрите видео. Еще касательно платного телеграм-канала. Спасибо всем, кто присоединился. Количество людей будет ограничено для того, чтобы я смог с вами общаться там. Все, кто поступит в группу до 10, то есть лимит до 10 мая. После этого все, кто захотят присоединиться, должны будут подождать и присоединиться через месяц. На этом все. Спасибо всем. Увидимся.